Продолжение следует... ...ползти вниз, случилось все наоборот. Цены устремились вверх, и пока что тенденция печальная. Никаких снижений или даже приостановок не наблюдается. В первую очередь это отчетливо видно по динамике цен от месяца к месяцу на Яндекс.Маркете. Там сейчас как раз таки есть такая возможность, и это очень удобно. Да, никто не спорит, в течение августа доллар действительно неплохо поднялся, но в то же время это тот самый месяц, когда все падает в цене. И на примере айфона 7 это видно отчетливо. Даже курс доллара не помешал ему подешеветь. А взглянув, например, на i5 Coffee Lake или же i7, мы видим явное подорожание. И в случае с i5 это случилось только в течение августа, так как по всей видимости их было больше на складах. А i7 начал дорожать еще в июне. И эту тенденцию не теряет, а в случае с августом к цене в среднем прибавилось почти 3000 рублей. Некоторые, конечно, уже побежали писать комментарии про то, что сравнивать айфон 7 с процессорами Intel это не объективно. И я скажу, я и не сравниваю их, ребята. Во-первых, даже курс доллара не помешал упасть в цене, так как август сам по себе такой. А во-вторых, я показал, как в принципе работает динамика цен. Ну а теперь, для наглядности, посмотрите на динамику цен процессоров AMD Ryzen 5. Они даже с учетом доллара подешевели. Почему же такая странная ситуация происходит с процессорами Intel? Давайте разбираться дальше. Второе, на что стоит обратить внимание, это цены в федеральных сетях. Например, CityLink, DNS, U-Mart и подобное. Там отчетливо видно, что чипы Intel подорожали существенно сильнее, чем вырос курс доллара. Или же, например, аналогичный рост на процессоры AMD также не наблюдался. И что самое странное, этот нерадостный эффект затрагивает не только Россию. Стоимость процессоров Intel растет и в американских магазинах, что ясно видно, например, по статистике Amazon. Вроде бы в мае, июле и июне было примерно все одинаково, а тут раз август и подорожание почти на 60 баксов. В чем же дело? Похоже, проблема кроется в каналах поставок. Еще пару недель назад аналитики из Braid, проанализировав рынок, сообщили среди ряда прочих наблюдателей о выявленных проблемах с запасами центральных процессоров Intel. По их словам, в последнем квартале текущего года и в первом квартале следующего года это может привести к возникновению дефицита. И, видимо, влияние уже начало сказываться. Любопытно, что примерно тогда же, а именно 17 августа, Dell разослала своим партнерам информационное сообщение, в котором недвусмысленно написала В настоящее время во всей индустрии наблюдается недостаток поставок некоторых процессоров Intel. Этот дефицит затрагивает все мировые рынки и оказывает влияние на всех производителей, как и в потребительском, так и в коммерческом сегментах. Среди затронутых систем были названы популярные серии от Dell и других производителей на базе различных 14-нанометровых архитектур, а именно Coffee Lake, Sky Lake и Jiminy Lake. С чем это связано, сказать трудно. Можно лишь предположить, что такая ситуация стала результатом неверного планирования. Например, Intel рассчитывала, что ей удастся гораздо быстрее наладить массовую печать 10-нанометровых чипов. И в таком случае огромные запасы 14-нанометровых процессоров стали бы большой проблемой. Так или иначе, но недавно авторитетный тайваньский ресурс DigiTimes опубликовал материал, посвященный тому, что Intel не может удовлетворить спрос на 14-нанометровые процессоры нового поколения. Отраслевые источники заявили, что объемы поставок чипов могут оказаться существенно ниже необходимого уровня, что негативно повлияет на рынок ПК в целом во второй половине 2018 года и, возможно, даже в начале 2019. Решив отложить начало поставок 10-нанометровых настольных процессоров на вторую половину 2019 года, Intel выпустила два новых семейства 14-нанометровых энергоэффективных чипов 8-го поколения. Core U Whiskey Lake и Core Y Amber Lake для тонких ноутбуков и планшетов. Некоторые ПК на базе этих новых чипов уже были показаны в Берлине. Например, самый тонкий и легкий в мире 14-дюймовый ноутбук Acer Swift 7. Ну и, конечно же, ожидается, что в сентябре Apple представит новую серию MacBook, которые также получат эти новые процессоры. Председатель и исполнительный директор Acer Jason Chen отметил, что во второй половине года прогнозировался рост мирового рынка ПК. Однако, трудности с поставками 14-нанометровых процессоров от Intel станут серьезной проблемой для производителей. Президент одного из ведущих сборщиков ноутбуков, C.P. Wong, также считает, что наибольшее опасение и неопределенность во втором полугодии вызывают показатели поставок новых процессоров Intel, а не торговая война между США и Китаем. Причем дефицит процессоров уже сказывается на снижении доходности. Отраслевые источники DigiTimes уверены, что дефицит процессоров Intel определенно негативно отразился на поставках почти всех компаний на рынке ПК. И, по всей видимости, такая ситуация сохранится до конца года. Другим фактором неопределенности на рынке ПК остаются курсы валют ряда азиатских стран, сильно зависящие от результатов переговоров между США и Китаем. Что, конечно, не так значительно, как дефицит, который создает Intel. И это непонятно, искусственно или по какой-то серьезной причине. Для вас, зрители, это означает одно. До конца года рост цен на процессоры Intel вполне может продолжиться. Что, безусловно, скажется на благоприятных условиях для наращивания AMD своей доли на рынке процессоров. Отсюда мы получим больше доходов для AMD, что, скорее всего, впоследствии даст еще большую конкуренцию на рынке. И именно из-за этого я не уверен в том, что Intel искусственно делает этот дефицит. Скорее всего, у них действительно какие-то проблемы. И, предположительно, именно с 10-нанометровыми процессорами. Естественно, многие из вас сразу же побегут в комментарии писать о том, что вот, я себе купил HyperPaint за 3500 или там какой-нибудь 8400 за 13 тысяч, но, ребят, посмотрите цены на эти процессоры сейчас. HyperPaint стоит от 6 до 7 тысяч, а i5 8400 почти двадцатку. И это случилось буквально за полтора-два месяца, при том, что доллар совсем не рос в такой пропорции. Я бы понял, если бы прибавилось 10-15 процентов, но явно не 30-40, а где еще и больше. Поэтому я бы хотел предостеречь всех тех, кто собирался покупать себе процессоры Intel в ближайшее время. Вы лучше либо отложите деньги и потерпите хотя бы до середины, ну или может начало следующего года. Либо берите AMD, в зависимости от того, что планировали брать. Если i3, то это Ryzen 3, если i5, то это Ryzen 5, но если i7, то это Ryzen 7. В таком случае вы поможете укрепиться AMD на рынке и поддерживать серьезную конкуренцию, что со временем, скорее всего, все-таки улучшит ситуацию с процессорами от Intel. И им придется сделать что-то действительно новое. Либо же, если очень хочется приобрести Intel, то присмотритесь к 7 и 6 поколению. Хоть и с ними также имеется небольшой дефицит, и даже новые процы 6 и 7 поколения стоят достаточно дорого, все-таки имеется много бэушки на всяких барахолках, авито и тому подобном. Так что изучайте свои всякие городские паблики, возможно даже местные магазины, где может быть что-то залежавшееся и еще цену не успели поменять. Или же, если вы решили собирать что-то бюджетное, то какой-нибудь 3770 вполне актуален на сегодняшний день, и продается он достаточно дешево на том же авито. А для тех, кто пишет в комментариях, на что мне поменять свой 6100 или 65, я бы сказал, что лучше вообще в ближайшее время ни на что не менять, если не планируете переходить на Ryzen, так как нормальных цен на процессоры Intel мы не увидим, наверное, в ближайшие полгода точно. А после ситуации с девятым поколением, про которую я расскажу уже в следующем видео, я вообще не знаю, что будет с рынком в ближайшее время. На фоне всего этого я бы хотел посоветовать вам посмотреть мою сборку AMD ПК, подсказка на которую вылезет прямо сейчас в правом верхнем углу экрана. Там сборка, которая подошла бы в пределах от 40 до 60 тысяч, а в самом дешевом варианте, наверное, даже за 30-35 можно было бы собрать совсем неплохой Ryzen. Ну а в остальном на этом ролик подходит к концу. Мне лишь хотелось бы увидеть ваше мнение в комментариях по поводу того, как получилась такая ситуация на рынке. Предположите, что случилось с Intel и как вообще так могло произойти. Самые интересные комментарии в следующем видео я буду показывать в течение всего видеоролика. Плюс было бы приятно с вами пообщаться по этому поводу в комментариях. Я, кстати говоря, многим там отвечаю. Ну и, конечно же, ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал и ждите видео, следующее из которых будут первое про девятое поколение Intel, а второе, есть ли смысл покупать готовые ПК. Спасибо всем за просмотр, удачи и до новых встреч. Я скоро проснусь, жизнь от такого, жизнь от такого, я скоро проснусь.